Как предпринимателям получить отсрочку в банке? Что делать арендодателям? И сдвинется ли срок подачи налоговых и других документов? На самые актуальные вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса. В Рио главы Чувашии Олег Николаев ответил в прямом эфире. В нашей республике почти 8,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Более 80% – индивидуальные предприниматели. По данным Минэкономразвития, потери бизнеса только в сфере потребительского рынка составят не менее 6 миллиардов рублей. На федеральном уровне принят ряд антикризисных документов. Республика включилась в их реализацию. Прежде всего, на 6 месяцев продлили сроки уплаты налоговых и других платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, на налоговые проверки. Активно ведем работу по вопросу обеспечения жимышно-коммунальными услугами. Здесь мы совместно с ресурсоснабжающими организациями, прежде всего, отрабатываем формы такого рода поддержки. Если мы их отсрочим, эти услуги, жилищно-коммунальные, нам надо тогда найти форму поддержки для ресурсоснабжающих организаций. Появилась отсрочка по уплате аренды недвижимости. В ближайшее время будет возможность получить беспроцентные кредиты на оплату заработной платы. Для этого расширится программа льготного кредитования и снизятся кредитные ставки по принципу 1.3.1.3.1.3. Это когда процентные ставки разделяются между банком, государством и самим предпринимателем. Во время прямой линии у всех желающих была возможность задать вопрос Олегу Николаеву. Работодатель требует от работников написать задним числом заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Вообще, насколько это все законно? Категорически незаконно, даже дослушивать не буду вопрос. Категорически незаконно. Если такие случаи есть, тут же обращайтесь. Вчера президент страны четко сказал, что мы, то есть государство, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне региона, будет поддерживать тот бизнес, который будет обеспечивать занятость людей, сохраняя заработную плату. Если бизнес какими-то методами ущемляет права работников, то автоматически мы будем поддерживать этих работников, а не бизнес. Индивидуального предпринимателя Александру Власову интересует вопрос об отсрочке кредитов. Банк, куда она обратилась, не дает отсрочку, просит справку о заболевании вирусом. Здесь на самом деле механизм пока еще только разрабатывается. Будут пересматриваться в том числе размеры кредитов, которые будут подлежать к реструктуризации через предоставление кредитных каникул. И, скорее всего, будет регулироваться и сам порядок. Здесь, конечно же, первично, на мой взгляд, не факт заболевания коронавирусной инфекцией, а факт, насколько человек пострадал от того, что он пострадал из той ситуации, которая вызвана коронавирусной инфекцией. За час прямого эфира поступило около 600 вопросов. Большая их часть касались налоговых льгот, отсрочки по уплате кредитов, стоимости аренды в закрытых торговых центрах. Все вопросы и предложения рассмотрят в ближайшее время и ответят заявителям.